Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все вы знаете, что произошло на голос дети. Светлана Лобода пришла одетая, будто бы в кабаре какое-то. Очевидно, что люди, конечно, здравомыслящие осудили такой откровенный наряд на детском шоу. Уже не выдержал Нагиев, он высказался очень жесткой в отношении Лободы, которая там... Там был такой момент, девочка пела, Лобода встала, начала танцевать. И, значит, она на себя все внимание, приковала к себе все внимание. Девочку не слушали, не повернулись, она плакала. Нагиев ее успокоил и сказал, что, ну, что-то вроде там постаревшая Лобода вышла на костылях и так далее. И разнес Крида, сказал, что он еще ничего не сделал в жизни, чтобы здесь сидеть. Я задался вопросом, почему вдруг Нагиев, в общем-то говоря, то ли у него гражданство... Ну, он прямо сказал, что как телевизионщик я должен сказать, что я всему рад. Как человек я не могу молчать. Вот он это все и сказал. Ну, очевидно, гражданская позиция, видимо, здесь у него, значит, перевесила на чашу весов. Садальский очень жестко высказался, значит, он сказал, бухая, что ли, в отношении Лободы. То есть, вот это ее поведение он не мог объяснить ничем иным. Значит, и пишут, что... Вы знаете, что пиар-директор Лободы, она высказалась, что Лобода занимается с детьми, ей некогда читать всякие разные там эти социальные сети, смотреть, что там люди говорят. Я не знаю, я удивился, вообще, исполнители это зрители. Если Лободе некогда читать, что думают зрители о ней, ну, так, может, зрителей на следующем концерте просто не будет, тогда она начнет читать, тогда и у пиар-директора работы не будет, может, тогда и пиар-директор будет поуважительнее к людям относиться. Значит, вот статья какая вышла. «Туалетный пиар Садальский сцепился с пиар-директором Лободы». Вы знаете, Садальский человек такой, значит, да. И вот он назвал... Пиар-директор сказала, что Садальский пиарится на Лободе, друзья. Я уже высказал свое мнение и сказал, что Садальский известен уже, ну, извините, хрен знает сколько лет, он великолепный актер, к нему разные абсолютно отношения, потому что он там, бывает, тоже отжигает не по-детски, что называется, но, тем не менее, человек уважаемый, уважаемый актер, давно... Ну, просто, понимаете, сказать, что Садальский пиарится на Лободе, это просто смешно. Это просто смешно абсолютно. Кто такой Садальский и кто такая Лобода? Садальского будут помнить, не знаю, десятилетия, столетия его роли, да. А Лободу сколько будут помнить? Все люди как люди, а я суперзвезда? Вы уже забыли об этом? Ну, вот я, да. Значит, вот что пишут. Актер раскритиковал поведение певицы. Несколько дней назад в сети активно обсуждался новый сезон шоу «Голос дети». Во время выступления семилетняя участница Алиса Щербань, Светана Лобода, являющаяся членом жюри, переключила внимание на себя. Экс-солистка Виагры стала петь и танцевать. В итоге юную конкурсантку в свою команду никто из судей не выбрал. Вообще, на самом деле, то, что Первый канал творит, это уже вообще переходит все границы. Я считаю, что нужно было вернуть девочку, дать возможность ей выступить, дать возможность наставникам оценить ее пение. И то, что делает Лобода, это просто, ну, это просто некрасиво, это неинтеллигентно. Ну, о чем мы говорим? «Ситуацию жестко раскритиковал Станислав Садальский. Актер заявил, что певица могла быть просто пьяна. Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом. Задавила ребенка», — написал он. «За Светлану поспешила заступиться пиар-директор Дарья Бурлакова. Девушка обвинила Садальского в пиаре за счет Лободы». Где смеяться-то, здесь я не могу понять. Значит, Садальский высмел ее слова, он сказал, «Она же пиар-директор, ей чего делать? Что мне обсуждать, что в туалете она написала? Мне что ее туалетный пиар обсуждать? Без комментариев», — высказался он в беседе с пятым каналом. Ну, пиар-директор, это же раскрутка, грубо говоря. Статьи, вот, всякие разные упоминания, чтобы на слуху, в общем, Лобода была. Это работа пиар-директора. Вот он и говорит, «Она пиар-директор, ей чего делать? А мне что, обсуждать то, что она в туалете написала? Мне что ее туалетный пиар обсуждать?» То есть, ну, он указал на все-таки уровень свой и вот этой девушки, и Лободы, в частности. Значит, к слову, поведение Лободы, пишут, не оценил ведущий проекта Нагиев, он подчеркнул, что «Внимание зрителей» самое дорогое для артистов. Ну, действительно, Нагиев высказался очень жестко, он сказал, что пожилая Лобода оторвала зад и вышла на костылях. Друзья, мне кажется, что там все ненормально, мы с вами уже об этом конкретно говорили, очень много, предметно. Здесь вот исключительно эту новость я хотел до вас донести. Пишите ваши комментарии, я с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии, твиттер Будда Гришна и инстаграм-аккаунт Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка. Всем пока, друзья, до встречи!